В Белгородской области завершается подготовка к новому учебному году. Формат работы у всех образовательных учреждений разный. Детские сады в приграничной зоне продолжат работу в режиме дежурных групп. А некоторые школы, которые находятся в радиусе 20 километров от государственной границы, будут работать дистанционно. В остальных вводится очнодистанционный формат, и родители смогут сами выбрать, как будет учиться их ребенок. Определен принцип числа детей, находящихся в очном формате, во время учебы в школе соответствует числу мест в укрытиях, либо это загубленные укрытия и подвальные помещения, либо это так называемые слепые зоны. Это коридоры, где нет внешних, выходящих на внешний контур окон. Наличие оборудованных укрытий, специальная защитная пленка на окнах – далеко не единственные требования, которые должны соблюдаться в образовательных учреждениях. В первой четверти каждое утро учителя и педагоги будут рассказывать детям о том, как распознать то или иное взрывное устройство, как вести себя и куда идти в случае обстрела. И еще одно нововведение. Теперь не ученики, а учителя будут приходить в кабинет на урок. И это тоже связано с безопасностью детей. Логика очень проста. Наша задача – сформировать в этих обстоятельствах у детей навыки безопасного поведения в случае возникновения различных угроз, в том числе военного характера. А ребята должны понимать, каким образом быстро, фактически на автомате, из того помещения, где они учатся, достигнуть убежище, где предназначены места для укрытия. Андрей Милехин рассказал о том, что в школах сохраняется горячее питание. А за те дни, когда ребенок будет учиться из дома, родители смогут получить продуктовый набор. Тот формат, который определен на данный момент, и об этом говорил губернатор, мы подход сделали на первую четверть. Значит, мы внимательно посмотрим, как будет развиваться ситуация в случае возникновения каких-либо опасностей, зафиксированных прилетов. А все школы, которые получили исключительное право, потому что они находятся в более спокойных территориях, будут оперативно переводиться в дистант. До первого сентября образовательные учреждения должны ознакомить всех родителей с порядком организации учебного процесса. Всю прошлую неделю по школам проводились родительские собрания. Сейчас работают консультационные пункты. По словам министра образования, те меры безопасности, которые сейчас предприняты, позволяют почти в семь раз увеличить число мальчишек и девчонок, которые смогут выйти на очный формат обучения. Дарья Гавронская, Денис Бабков, БелгородМедиа.